Там, где не справляются машины скорой помощи, на подмогу приходит служба перевозки больных. Она заработала в Ульяновске в 2018 году и только набирает обороты. В их распоряжении две специализированные машины и две бригады медицинских работников. Задача вовремя довести. А если это необходимо, то оказать медицинскую помощь. Мы продолжаем цикл передач от тех, кто спасает жизни, о специалистах медицинских учреждений Ульяновской области, об уникальном оборудовании, которое используется в клиниках региона, о передовых технологиях, помогающих там, где раньше это считалось невозможным. Все это в спецпроекте «Спасая жизни». Идея создать службу по перевозке маломобильных пациентов принадлежит урожецу Челябинской области и врачу по образованию Алексею Кузнецову. Алексей, знаю, Ульяновск. Это не первый город, где вы открыли такую службу? Да, на самом деле, это не первый город. Первым нашим городом был город Челябинск. А на данный момент в нашем Уфате уже 8 регионов. Мы являемся полноценной медицинской организацией. Мы получили лицензию на оказание скорой медицинской помощи, в том числе санитарную эвакуацию. Это был очень трудоемкий процесс. Мы, если я правильно помню, больше года мы этим занимались. Да, я могу, наверное, нас назвать первопроходцами именно в таком уровне подачи данной услуги. Возникло это все далеко не с запада. Возникло все это у нас в России, точнее, это студенческие годы. Все мы студентами и медиками подрабатывали в лечебных учреждениях. И с этой проблемой столкнулись. Столкнулись именно в полном ее объеме, поскольку такие услуги не оказываются и не оказываются до сих пор стационарами. Это не входит в услуги госгарантий. Второй наш филиал после Челябинска, да, мы открыли только по территориальным соображениям, поскольку он был рядом. Это Курган и Курганская область. Но следующие регионы мы открывали уже обдуманно. То есть мы сначала анализировали количество стационаров, население, есть ли травматологический профиль. Мы решили в обратную сторону пойти, то есть в центральную Россию, естественно, через Поволжье. И первый город, который в любом случае должен был быть в рядах нашей компании, это Ульяновск, поскольку это для меня является некой второй родиной. Я здесь довольно-таки долгое время жил, я здесь получил первое медицинское образование. Все заявки стекаются в главный офис в Челябинске. Оттуда служба операторов через мобильное приложение рассылает их по регионам в режиме 24 на 7. В службу перевозки обращаются пациенты, которым трудно передвигаться, или вовсе лежачие больные. Возраст больных значения не имеет. Как правило, медицинская бригада довозит от дома до больницы и обратно, перевозит из одной клиники в другую, встречает, к примеру, в аэропорту, или наоборот, помогает доехать до вокзала с комфортом. Смена у нас начинается с 8 утра, то есть мы работаем сутками, два через два. Пациентов мы можем перевозить, ну, в принципе, неограниченное количество, как правило, это от 8 до 10. Сутки. Сутки, да, вызовут. Да, в принципе, никаких затруднений у нас не вызывает наша работа, то есть у нас уже большой опыт в этой сфере, и как бы никаких трудностей нет. Иногда бывают, конечно, трудности в плане того, что проезда по дорогам, кто как бы не пропускает некоторые, некоторые просто не видят, некоторые не обращают внимания. Но, как правило, на машине есть спецсигналы, которые у нас, естественно, лицензированы, и тогда уже с этим вопросом решается намного лучше. Медицинские бригады спасали жизни ни раз и ни одну. Это касается не только непосредственно клиентов службы. Непредвиденные ситуации по пути никто не отменял. В таких случаях, принято говорить, сам Бог послал. Ну, из недавнего вот у нас был случай, то есть мы перевозили пациента с хосписа до его места жительства. То есть это была деревня Нижней Тимирсианой вроде. И по пути было очень сильное ДТП. То есть маршрутка врезалась, по-моему, под самосвал. Соответственно, сотрудники ГИБТД, мы остановились, то есть спросить, не нужна ли помощь. Сотрудники ГИБТД попросили нас транспортировать этого посадавшего водителя в больницу скорой медицинской помощи. Услуги по перевозке платные. Однако службы часто запускают собственные социальные проекты, нацеленные либо на снижение цен, либо на бесплатную транспортировку. Данные социальные проекты мы прорабатываем и внедряем самостоятельно. Финансируем, естественно, тоже мы их. Поскольку все-таки за долгие годы нашей работы в этой сфере мы перестали быть просто коммерческой организацией. Мы стали уже социально ориентированными. Я это с гордостью говорю. Мы обязательно оповещаем главных врачей Минздрав данного региона о том, что социальный проект запускается. Чтобы они проинформировали каким-то образом свои структурные подразделения. Чтобы донесли до пациентов, чтобы они знали. Машины частной скорой помощи лицензированы и соответствуют всем параметрам ГОСТа. Здесь есть каталка, медицинские укладки, аппарат ЭКГ и кислородные маски. На случай, если пациенту вдруг станет плохо. Парк машин оснащен специальными автомобилями «Лада Ларгус», но не простыми. Транспорт изготавливают по спецзаказу на одном из заводов в Нижнем Новгороде. Прежде чем поставить на поток автомобилей, модель одной из первых машин служба прорабатывала вместе с конструкторами предприятия. Алексей признался нашей съемочной группе. Его печалью существование псевдоподобных служб по перевозке пациентов. Гараж-монтаж, как называют их в узких кругах. Неквалифицированные кадры праворульной машины, что не соответствует правилам перевозки. А вместо носилок грязные матрасы. В итоге мы получаем дополнительные травмы. То есть, допустим, бригады, которые обслуживают в таких службах, они зачастую не имеют никакого отношения к медицине. Они не знают, как правильно транспортировать пациента, допустим, с переломом шейки бедра. Там ведь можно транспортировать так, чтобы пациент вернется назад. Такие случаи были. Жителю Ульяновска Степану пришлось обратиться в службу год назад. На тот момент мужчина из-за полученной травмы самостоятельно передвигаться не мог. Поэтому услугами частной скорой помощи пользовался на протяжении нескольких месяцев. К счастью, сейчас Степан постепенно восстанавливается. Остановился я на данном перевозчике по ряду причин. Ну, во-первых, у них имеется собственный колл-центр. Во-вторых, как позже я убедился, они всегда своевременно выдают документы об оплате и прочие оправдательные документы. С ними удобно согласовывать маршрут перевозки. Всегда приезжают вовремя. Конечно, бывают, может быть, какие-то задержки, но они незначительные. То есть, когда нужно попасть, скажем, в какое-то лечебное учреждение или из другого лечебного учреждения, всегда я с их помощью ходил вовремя. Мужчина признался. При выборе перевозчика столкнулся с сомнительными фирмами, у которых то с документами непорядок, то с персоналом. По словам Степана, транспортировка людей, попавших в трудную жизненную ситуацию – вопрос, который требует серьезных доработок в городе. У нас, к сожалению, такие услуги оказываются только лицам, которые официально имеют статус инвалида. То есть, без статуса инвалида лицу, которое оказалось в сложной жизненной ситуации, невозможно получить ее бесплатно или вообще за деньги хоть за какие-то. Как мы относимся так же трепетно к каждому пациенту? Насколько мы вкладываем туда свои души, мы обучаем наш персонал, который в обязательном порядке к каждому пациенту должен относиться как к своему, с проникновением во все эти проблемы. Очень приятно, когда нам перезванивают, находят в себе время. Я понимаю, что время у родственников не всегда есть, поскольку пациент лежачий, заниматься нужно им, в первую очередь. Нам очень приятно, когда нам перезванивают и передают лично бригадам, руководству, операторам за эту работу. Нам это очень приятно. Чем больше этих звонков есть, тем больше мы набираем силы внутри себя. И мы понимаем, что мы делаем правильное дело. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!